Губернатор Сергей Морозов Большая часть аппаратного освещения была посвящена сезонным проблемам. Начали с дорог. На областных магистралях последствия снегопадов устраняют 199 единиц спецтехники. В первую очередь дорожная техника работает в задействии на очистке областных автодорог, школьных и автобусных маршрутов. В вторую очередь на подъездах к тупиковым селам и на автодорогах с малоинтенсивностью движения. После прошедших выходных снегопадов невозможно было проехать к пяти селам в Радищевском и Новоспасском районах. К концу сегодняшнего дня дорожники обещали полностью ликвидировать проблему. Александр Смекалин поручил не ослаблять контроль над дорожной ситуацией. Пристальное внимание призвал председатель правительства обратить на очистку крыш от наледей сосулек. Организовано круглосуточное дежурство. Особая роль здесь отводится тем инспекторам, которые у нас работают на территории региона. Отчитался Александр Черепан и по другому острому вопросу последних недель. Доставка баллонного газа до потребителей продолжается согласно установленному графику. В первую очередь везут тем, кто наиболее нуждается в топливе. 27 февраля Совет Федерации утвердил предложение региона, высказанное во время дней Ульяновской области. Александр Смекалин отметил, что в ближайшие годы это принесет около 50 миллиардов в бюджет области. Но нужно работать и с собственными источниками пополнения казны. У нас очень серьезная задача, которая поставлена губернатором. Солидированный бюджет Ульяновской области к концу года должен составить 70 миллиардов рублей. А в перспективе должен достигнуть 100 миллиардов рублей. По итогам двух первых месяцев года в регионе удалось перевыполнить плановые показатели поступления в консолидированный бюджет. При этом превышение есть и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что динамика уже в 2018 году была довольно высокой, динамика января-февраля 2019 года говорит о том, что даже к такой высокой планке мы смогли собрать плюсом 853 миллиона. В области уже началась подготовка к весеннеполевым работам. В этом году засеяно должно быть не менее 1 миллиона гектаров земли. В ближайшую неделю, соответственно, безусловно, не допустить снижения посевной площади при формировании структуры посевных площадей. Это предусмотреть, соответственно, в структуре посевных площадей 2019 год увеличение посевов таких культур, как овощи открытого грунта, картофеля, сахарные свеклы, кормовых культур, обеспечить бесперебойную работу по заготовке минеральных удобрений, завершить ремонт сельскохозяйственной техники, которую мы уже сказали, к 15 апреля. А вот количество заболеваний гриппом и ОРВИ пошло в области на значительное снижение. Недельный ПИД-порог ниже прошлой недели на 11%. Это позволило завершить карантин в школах региона. Но забывать о профилактике пока еще рановато. Мы видим тенденции по снижению заболеваемости, хотя когда мы общались с руководителями Роспотребнадзора, не исключается еще вспышки сезонные в конце марта, но на карантин, на нынешний это уже влиять не должно. В завершении аппаратного совещания Александр Смекалин поздравил всех с началом Масленцы, а представители прекрасной половины человечества с наступающим Международным женским днем. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.